и снова здравствуйте всем привет итак давайте в этом ролике рассмотрим именно 1s 2s и 3s анимацию я уже рассматривал в предыдущих роликах правда давно это дело было и давно я этим делом не занимался но вот попался значит вы к у меня ролик и захотелось посмотреть как все это дело работает так давайте рассмотрим что у меня получилось как свет отключим пока не нужен перейдем пост мод и значит вот такая вот анимация смотрим так а теперь давайте и рассмотрим я конечно тут не прорабатывал какие-то вот именно детали мимики вот дополнительные косточки опять же взял для рассмотра этой системы этого таноса у меня очень мало персонажа таких более-менее подрик лица и вот что получается значит у нас получается первый кадр следом у нас идет десятый кадр изменения вот начинается раз моргание десятый кадр это у нас значит первый кадр для чего это дело ставится для того чтобы вот этот промежуток не было никаких движений если мы сейчас удалим значит дублирование кадра то у нас будет от этого кадра к этому идти мягкое видите да передвижение одной стороны это хорошо но тоже экономит значит покадровку но вот этого рывка вот который должен быть резкий да делаем шифт д и подставляем его допустим на десятый кадр вот сейчас у нас будет раз рывок чтобы появилась резкость именно вот как в японских мультфильмах есть резкость сейчас еще на примере ролика посмотрим следом у нас выходит значит первый десятый потом у нас выходит 17 кадр значит 3s это почти вот вот это выходит 3s покадровка крест 3s анимация где подставы идут такие вот допустим 9 и 11 кадр здесь у нас получается значит 2s анимация добавляется вот допустим тут три кадра может быть или два так не знаю понятно объясняю нет следом смотрите у нас получается первый берем исходный одиннадцатый я буду считать десятом 1 10 17 17 промежуток именно для добавления вот это вот моргания видите здесь одиннадцатого идет уже мягкость здесь короче получается резкость вот раз а потом нужно добавить мягкости тогда мы не добавляем дублирующий значит кадр если мы добавим дублирующий кадр то нам понадобится одиннадцатый кадр сделать shift d и подвести ну плюс-минус на какую-то какое-то расстояние по кадровке именно к семнадцатому 17 кадр также может быть двадцатым кадром вот если брать 10 20 потом выходит у нас 30 если вот так вот делать анимацию то получится значит к десятому мы добавляем потом к двадцатому мы не добавляем и потом получается у нас идет 30 кадр здесь уже идет добавление мы по обстановке значит по анимации что мы именно делаем вот увидите что здесь добавлены тоже кадры вот 35 кадр это получается нас 31 вот 31 идет у нас мягкость потом идет у нас стопор потом идет у нас поворот головы но тело и значит нас 34 дублируются на 35 чтобы было именно вот этот рывок очень много ставится задержек меньше кадров больше задержек меньше движения вот словом таким как-то как-то так я пытаюсь это дело объяснить дальше у нас получается смотрите 35 на 36 у нас идет движение тела потом у нас идет стопор 36 уходит на 38 ведь у нас именно все движение никаких нету и получается у нас дальше после 38 резкий опуск допустим головы или поворот какой-то части тела следом что у нас получается значит 38 стопор потом 39 у нас идут какие-то события 40 опять же у нас стопор и идут на 41 события получаем 4 кадра вот 4 кадра из них 2 стопора 2 задержки потом у нас идет если персонаж что-то там задумался или просто что-то как стать пауза какая-то да вот чтоб опять же рывок получить вот у нас получат 41 тот же 60 принципе их нету этих кадров ну как они есть но в принципе они не работают работают только допустим вот у нас 39 и 41 это те которые имеют момент действия перед ними стоят только кадры задержки предыдущие кадры они приближаются поближе и получается задержка если сейчас мы 40 кадр допустим вот английская а выделим и 40 кадр отведем g на 45 то мы получим мягкость движения видите у нас отсутствовать и отсутствует резкость вот этот рывок который прикольно раз вот вот эти вот фишки которые вот делают рывки вот эти вот переходы резкий так ну добавление идет конечно еще сейчас control z смотрите добавление идет мягкости вот если 60 это у нас тот же 41 видите тут ник ничего не пишется то у нас получается 60 теперь аж до 64 создается мягкость движения видите она тоже идет с рывком почему просто мало кадров ну рвок этот более мягкий следом у нас идет еще движение смотрите 64 64 идет движение до 68 идет движение потом идет 68 у нас стопор но на стопоре тело тело не движется добавляется какая-то деталь допустим улыбка растяжение вот рот допустим начинает улыбка потом у нас идет опять стопор ничего не прописывается и потом у нас раз идет движуха возвращение допустим тело но уже более мягко если мы сейчас доведем какой тут кадр 89 shift так ладно давайте g подведем поближе допустим на 94 а этот конечно 97 разница у нас получается три кадра то будет вот видите уже да и вроде бы чуть-чуть мягкость и вроде бы рывок вот уже прикольно получается такая вот анимашка как будто рисованный мультфильм можно ну в основном японцы как бы у них рисованный но есть кому конечно может быть 3d небольшой поклонник этого дела и у них все рывками мягкость добавляется допустим где огонь больше кадров где какое-то событие чуть-чуть смягчают и потом где разговор они меньше прописывают значит движение тела меньше прописывают движение мимики в основном у них работает значит брови взгляд лицо рот разговор допустим идет дать минимум каких-то проработок каких-то вот моментов если будут сейчас писать вот эту вот анимацию можно было добавить мягкости щекам какой-то вот динамика какая-то вот уши чтоб там подвигались дать но здесь получается все резко вот меньше кадров вот такая система в принципе используется это 3 до 3s анимация если идет 2s анимация то как она идет сейчас как бы вам показать ну давайте значит g отодвину и у нас есть покадровка мы пишем допустим и лак рот вот это у нас первый кадр как теперь у нас получается добавляем три кадра вот раз два три это прописываем дальше знать прописываем 4 не трогаем каждый третий кадр прописываем и так и блок рот потом получается у нас седьмой и лак рот потом раз два десятый и лак рот раз два двинадцатый и лак рот это вот получается промежуток 3s анимации если мы добавим перед четвертым допустим от кадр вот это у нас уже получается 2s потом седьмой мы не трогаем добавляем девятый кадр и так далее через один кадр вот 7 пропускаем потом 13 и пропускаем два кадра это будет уже 2s анимация но если каждый заполним то это будет один из анимация ну как то так то так это значит двигать а это значит назад так ну давайте теперь на примере японского мультика посмотрим как это все дело будет здесь по кадрам разбиваться качал я какой-то тут мы фильм японский и закинул вот его в блендер давайте посмотрим теперь по покадровке чтобы опять же не забанили так вот у нас получается смотрите у нас прописывается первый кадр введем введем потом идет второй прописывается ветер первую одной позиции все на втором чуть-чуть кисть поднялась к верху следом у нас идет очень такая так давайте я буду так прописывать и локация потом и локация следом у нас идет пропуск значит четвертый это будет стопорной но это так четвертый это будет второй кадр вот этот мы его не пропишем а можем просто перетащить так следом у нас получат опять действия чуть-чуть кисть идет вверх опять же и вокруг и получается у нас но всего лишь всего лишь значит два кадра действия это второй и пятый следом у нас опять же идет шестерка стопор и на седьмом движении 7 мы прописываем и вокруг и вот нам получается вот она это будет у нас уже 2s анимация вот это где идет добавочная или тройка добавочная или пятерка это вот 2s анимация вот так 7 7 следующий должен быть 10 кадр вот у нас сколько все пошло пламя значит пламя у нас выходит на пятнадцатом это пишем и локрот и опять же стопорный кадр вы видите что 7 кадр и 14 это если шифт нажать это один и тот же кадр а это все вот этого части это все задержка потом идет у нас вспышка и угасание здесь вот добавляется значит насколько я могу понять если здесь факел ну как вспышка есть то 16 будет это вспышка отсутствовать вот так вот у нас и получается где-то 2s где-то 3s расстояние ну так вот попадает вот таким образом дальше вот идем вот у нас здесь чуть чуть почаще значит происходит прописка 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 все добавляем и локация и здесь у нас получается значит 16 шифт для он является стопорным 17 кадр и на вот этот промежуток два кадра действия это 15 и 18 между ними промежуток два кадра здесь у нас получается значит второй действия происходит и пятый между ними два кадра значит стопора два кадра два кадра и тут два кадра и в принципе прописано 4 кадра но действующих только два которые несут себе какое-то изменение картинки персонажа ну движение и получается на давайте посмотрим на 24 это прописка выходит и локация здесь у нас от 23 стопор топор это у нас значит 18 идете шифт д поближе его подтянем чтобы был вот этот как делал тут это пропала а вот 26 значит 26 загорается и локация 24 когда это стопорный будет жить чуть-чуть я объегорился и получается где тут еще все тоже стопор как вот у нас получается 25 кадров вот за которые говорят что 25 кадров но не 26 секунду и по которые 25 кадров если есть то как-то там мозг что-то программируется на 24 кадрах такого таких движух нету с мозгом который производит 25 кадров как я слышал вот показывает постоянно использован 25 кадр использован 25 кадр и так далее и получаем смотрите значит так это движение стопор стопор движения эти два если мы все это дело по удалим и здесь получается движение вот на этом кадре четвертый удаляем и получается первый тогда удаляется так что тут события события следующий удаляем и вот смотрим что у нас получилось покадровкой у нас на 26 кадров выходит 1 2 3 4 5 6 кадров на 26 кадров выходят 6 кадров которые реально несут движение движение как какого-то части тела допустим руки вот это вот значит это ну секунда вот 24 25 кадров это секунда это раз вроде бы он быстро поднял а рендерить уже гляньте насколько меньше но единство что вот мягкости нету видите стоп стопор движение стопор движения стопор движения стопор движения стопор движения вот таким макаром все это дело делается если какие-то события идут вот смотрите здесь уже сколько пошло молнии да вот тоже нормальный наверно вид да вот чуть-чуть дернулась голова у персонажа с волосом и у робота этого два кадра потом идет стопор 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 и прям долгий стопор насколько так а у меня получается здесь стоит м и и на 100 кадров поставим давайте на 600 вот вся стопора не будет на старт первых так вот теперь видите робот стоит чуть-чуть создается движение у одного персонажа робот вообще не имеет никаких анимаций потом идет у нас значит этот у нас почему он так и не показывает принципе должен пока неужели такая задержка да а вот представьте какая задержка давайте посмотрим раз вот здесь у нас дергается голова значит у робота и у гражданки значит это один кадр потом у нас после 6 так после какого 57 давайте пропишем и локация и протянем все это дело об фото здесь уже будет мягкой добавляем сотый кадр и локация видите сколько 10 20 30 42 где-то кадра вообще никаких анимаций нет а 42 кадра это две секунды принципе так то многовато да но когда она будет проигрываться этого будет в принципе даже не столь заметно так следом смотрите поворот у нее идет сотый вот и падает волос так глаз нам пока надо 121 кадр прописываем и ну по боку ротация пускай будет и смотрим какие задействованы кадры сто шестой сто десятый сто четырнадцатый сто шестнадцатый падает волос восемнадцатый падает волос задержка падает волос все следом идет задержка и переход на следующий кадр и получается значит если давайте попробуем прописать эти кадры так то шестой и локация сто седьмой здесь уже идет мягкость каких-то моментах мы применяется больше прописки ставится до через один через два опять же два с по моему вот это будет анимация 1 2 кадра промежуток 1 2 кадра промежуток плюс один стопор один движение один стопор два движения допустим так это тоже и локация на 16 падает волос 17 пустота это значит дублированный 16 потом идет прописка стопор стопор и конечная опуск волоса и получается что что на 21 кадр на 21 кадр у нас потрачено реальных кадров это раз два три 4 5 6 получается на каждые 24 кадра мы должны тратить что там 6 кадров что здесь 6 кадров получается тогда получается что у нас здесь 6 кадров на секунду и здесь на 21 кадр тоже получается 6 кадров именно которые несут себе движение единственное я не понимаю как высчитывается вот это значит расстояние застоя получается если брать 55 кадр то раз два три 4 так раз два три 4 5 это получается 50 это 50 получается 2 2 кадра вот это расстояние 2к а во 2 кадра пропуск все на кадр значит на один кадр уходит 6 как их называют так на 24 секунды это получается 24 кадра это секунда пардонки не 24 секунды а ну да 24 секунды пусть один кадр это секунда не брехняк заболтался я короче получается 24 кадра это секунда на 24 кадра у нас выходит 6 кадров несущие именно какой-то какое-то движение и между ними между ними значит пропуск два кадра все где-то так получается кадр два кадра пропуск потом идет событие какое-то маленькое какое-то действие на одном кадре но это создается все равно какая-то какой-то переход да вот тут еще я не прописал значит какие-то движухи здесь чуть-чуть почаще тоже два кадра и вот здесь 47 ну да где-то так в принципе и выходит это тогда получается если здесь пропишем чтобы подкорректироваться опять же кадр кадр движухи стопор потом здесь у нас почаще выходит 35 и локация 35 и локация стопор так и локация и локация ну вот как я говорил на молнии значит выходит больше кадров ну чтобы показать что они нормально движутся мягко мягкость добавляются и тогда что мы имеем так один кадр потом идем второй кадр и получается а ну-ка раз два три четыре пять шесть до 66 кадров на секунду анимации вот так выходит и потом можно применять стопор значит задержку в два кадра где-то вот такой принцип на все анимации где молнии чуть да не побольше но они поближе кадры да где каких-то движений меньше то тогда можно прям задержки неплохие делать по секунде по две и резко все добавлять вот видите тут она мягко поворачивается если сейчас убрать какие-то кадры то будет как у меня танос рывком вот где-то создаем мягкость где-то создаем застой ну вот как то так то попытался я рассмотреть это дело ну это вот эта штука подходит под 2s значит да где-то 2s покадровка возможно 3s там перемешку с 2s как-то ну что-то в этом духе и так значит попытался я вот так вот все это дело для себя и для вас значит показать как тут все устроено на этом все всем пока до свидания следующая ну ну .